Жить на Молдаванке становится все опаснее. Старый жилой фон трещит по швам и, ложась спать вечером, рискуешь не дожить до утра. На обращение жителей о помощи городская администрация не обращает внимания. Этот дом на улице Ленинградской, 25, стоит уже более 100 лет. Точный возраст жители не знают. Снаружи как будто ничего особенного, а внутрь страшно заходить. Уже в подворотне вас встречают три деревянные подпорки. На них и держится все строение. Когда переступаешь порог квартиры на втором этаже, хочется поскорее выйти. Даже для разваленной Молдаванки это уже слишком. Слышно, как потрескивают стены и готовы рухнуть потолок. Дом признан аварийным еще в 1972 году. В последние годы состояние резко ухудшилось. Живут здесь ветеран Афганистана Владимир Новак с женой и дочерью. Приморская районная администрация признает необходимость отселения семьи и капитального ремонта здания. Как только будут деньги в бюджете, то есть в далеком неизвестном будущем, а значит такое обещание равносильно отказу. Аварийных домов у нас множество и все они ждут своего счастливого часа или несчастного конца. Писали, все время ответы такие. Одна водичка лилась. Ничего конкретного. Ничего. То, что они пишут, обещают. С Киева их заставляют что-нибудь делать. Они нам дают, в Киеве дают ответы. И только ответами и кормят. Больше ничего. Абсолютно. Бюрократия, что местная, что киевская, одна другой стоит. О людях вспоминают только перед выборами. В остальное время пишут. Бумага, как известно, все стерпит. И лживые обещания тоже. Есть такая хорошая организация в Киеве. Мне дали ребята, афганцы с Киева. Это система ООН. Я созванивался. Говорит, присылайте документы, мы вам поможем. Я говорю, сможете помочь. Если не сможем, мы направим эти все документы в суд в Европу. Как старый боец, Владимир Новак не собирается сдаваться. Хотя бороться в одиночку тяжело. Состояние других восьми квартир немного лучше. И жильцы пока выступать не торопятся. Смотрят со стороны, как ветеран пытается одолеть чиновников. Но если рухнет крайняя часть дома, все строение не устоит. Не нужно быть инженером, чтобы понять очевидное. Людей необходимо отселять в пожарном порядке. Иначе потом придется хоронить. А возможно, наши власти только того и ждут. Нет человека, нет проблемы. Чем меньше людей в городе, тем проще жить чиновникам.